Здравствуйте! В последнее время я полюбила шиповники. За их зимостойкость, декоративность в течение всего года и неприхотливость. А еще за долгие цветения и оригинальные плоды. Сегодня я хочу рассказать о парковой розе, видовом шиповнике, розе собачьей. Всегда было интересно, почему ее так называли. Историй и легенд на эту тему очень много. Все они интересны и увлекательны. Есть версия, что в древности ее использовали как лекарство при лечении собачьих укусов. И вытяжкой из корней пытались лечить даже бешенство. Есть более романтическая версия. Роза получила свое название в честь созвездия пса. Собачью розу можно встретить на полянах, вырубках, без лесных, кустарниковых и травянистых склонов, на берегах ручьев и рек, вдоль дорог, на пустырях по всей европейской части России, в Европе и Западной Азии. Это достаточно крупный кустарник, от 1 до 5 метров в высоту. Цветает розовыми цветами. Но бывают вариации от белых до темно-розовых. Роза собачья является долгожителем. Самая старая роза растет в Германии, возле Хильдесхаймского собора. По легенде, роза растет там с 815 года, и ей уже более тысячи лет. Но на самом деле ей не более 400. Все равно возраст более чем почтенный. Мало кто из деревьев может похвастаться таким сроком жизни, а живучестью еще меньше. Также тысячелетняя роза сильно пострадала во время Второй мировой войны. Думали, что погибла после бомбардировок. Но буквально за 3 года она полностью восстановилась. Как все шиповники, собачья роза отличается большой пластичностью. Попав в благоприятные условия, она быстро завоевывает территорию. Так, например, ей очень понравилось в Новой Зеландии. Все уже давно забыли, что там она появилась лишь в конце 19 века. Всем кажется, что Новая Зеландия – ее настоящая родина. Чем все-таки хороша роза Канина? Помимо пластичности, живучести и долговечности. Ну, во-первых, растет на всех видах почв. От слабокислых до щелочных. Нетребовательна к освещению, ветроустойчива и крайне полезна. Именно собачью розу активно высаживали во время Второй мировой войны. Не только у нас, но и в Америке, Болгарии, Румынии и многих других странах. Плоды собачьей розы содержат большое количество витамина С. Плюс ее активно используют в кулинарии, фармакологии. А какой вкусный чай из нее получается! Между прочим, ее также используют в качестве подвоя. В основном, почти все благородные розы привиты именно на конину. Если вы не увлекаетесь прививкой роз и не нуждаетесь в витамине С в больших количествах, то на небольшом участке можно обойтись и без собачьей розы. Выбор шиповников или парковых роз настолько велик, что, боюсь, конина проигрывает им и по цветению, и по форме куста, и по многим другим параметрам. Но это совсем другая история. Об этом мы поговорим в следующих выпусках. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорых встреч! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!